Ну что ж, мы продолжаем наш утренний эфир. Аня, ты знаешь, чтобы дома было всегда хорошо, там должна быть вода, отопление, электричество и большая такая кровать с мягкими подушками, чтобы спать было комфортно. Да, и хорошо было. Вот знаешь, Дима, я слышала, что наоборот, мягкая подушка – это плохо. Ну, мне так нравится на мягкой, честно говоря. А вот, кстати, мы сейчас и разрешим наш спор, узнаем, кто прав. Наш спор рассудит Наталья Махмутова, директор розничной сети «Формула МОД». Наталья, доброе утро. Доброе утро. Какое огромное множество подушек, мне кажется, бывает в нашей жизни. Я уже тоже перепробовала разные наполнители. Вот если говорить, в принципе, о них, скажите, какие вы советуете наполнители приобретать? Здесь все зависит, конечно, от личного предпочтения. Кто-то любит традиционное пух-перо натуральное, которое было в советских временах. Когда ты вот это просыпаешься, и у тебя вот здесь пух-перо. И там пух-перо, и везде пух-перо. Ну, смотрите, есть также подушки на основе натуральных волокон. Это подушки с овечьей шерстью, подушки с верблюжьей шерстью. Ну, очень много сейчас, конечно, наполнителей искусственных. Искусственные наполнители, они достаточно современные. Вот сейчас перед нами, допустим, образец, это подушки с аналогом лебяжьего пуха. Многие покупатели спрашивают, ну, это же внутри вот лебяжий пух, ну, как бы лебедь у нас краснокнижная птица. Так. Ну, и где же взять столько пуха, да? А вообще лебяжий пух собирают, когда лебедь линяет. Ну, за птичкой прям вот подбирают пух и собирают подушки. Ну, понимаем, что пуха мало, подушка будет достаточно дорогая. Технологии не стоят на месте и сделали аналог лебяжьего пуха. Это микроволокно, полиэфирное волокно. Каждое волокно обработано силиконом. Это волокно тоньше человеческого волоса. За счет того, что оно обработано силиконом, это волокно не уходит в комочки, оно держит форму. Подушка всегда пышная, легкая и очень комфортная. Я проверяю. Так, хочется у вас еще спросить, а есть ли наполнители, так называемые, гипоаллергенные? Вот как раз вот этот наполнитель, он и является гипоаллергенным. То есть, если есть в семье аллергики, как правило, детки, ну и взрослые тоже, то такие подушки очень рекомендуем, потому что они, первое, не дают аллергию, в них не заводятся пылевые клещи. И эти подушки очень удобны в обиходе в плане обработки. Любая хозяюшка при 30-40 градусах эту подушку может постирать либо ручным способом, либо в стиральной машинке, деликатным вариантом. Угу. Наталья, а какие наполнители вы вообще категорически не советуете? Вот их точно не стоит брать. Ну, вы знаете, современные подушки, они, в принципе, все с нормальными, комфортными наполнителями. Я единственное, на что бы обратила внимание, любая подушка имеет свой срок годности. Угу. Два-три года. Ух ты. Давайте на этом не экономить, да, тем более, если подушка с натуральным наполнителем, мы понимаем, что накапливается все-таки грязь, накапливые клещи те же самые, и подушки надо часто менять. А вообще, конечно, подушку надо подбирать под свой комфорт, кто как любит. Кто любит низенькую подушку, кто любит высокую, кто любит очень жесткую подушку. Все зависит от ваших предпочтений, тем более сейчас на рынке большое множество, и, ну, выбрать можно без проблем себя. Ну, и, кстати, про выбор еще мы хотели спросить про ортопедические подушки. Да. Есть и такие. Как правильно не ошибиться с выбором их? Здесь первое, надо смотреть наполнение. Как правило, в ортопедических подушках это идет вспененный латекс, лунная пена, так называемая, которая держит, запоминает форму вашей головы. И ортопедическую подушку надо выбирать, как бы, в мере свое плечо. Высота подушечки должна быть равна размеру вашего плеча. А они, то есть, тоже разные по размеру, да, бывают ортопедические? Да, они бывают высокие, они бывают низкие. Высокая подушка, она, как правило, предназначена для мужчин, и женщинам будет достаточно некомфортно на ней спать. Так, ну, а если говорить про вот данные подушки, стоимость, я так понимаю, ну, давайте вот стандартные, 70 на 70, да, сколько будет стоить? Ну, размер, допустим, если вот 50 на 70, то это в районе 550 рублей. И данная подушка еще, видите, здесь зависит чехол сверху, может же быть синтетика. Но вот эти вот подушки, казалось бы, вот зарубежные, а на самом деле это вот отшивают в нашей Челябинской области, в Южноуральске. Смотрите, здесь чехол, тик, хлопок 100%, то есть подушка гипоаллергенная, наполнитель гипоаллергенный и вверху хлопок, что очень полезно для здоровья. И вообще все отлично. 550 рублей, друзья, прям, мне кажется, раз в три года можно точно поменять подушечку. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Напомним, что у нас в гостях сегодня Наталья Махмутова, директор розничной сети Формула Мод. Конечно же, трудно посчитать, сколько раз Анна Шамадал погладила за эти пять минут эту подушку, но нравится, такие мягкие штучки. А ты знаешь, Дим, что сегодня еще спонтанный день доброты. А это было доброе, спасибо большое. Проявление доброты. Друзья, делайте, как Анне сегодня добрые дела, да не только сегодня, а каждый день, собственно, как она меня побивает. А чем же еще знаменательная сегодняшняя дата узнаем прямо сейчас. Сейчас.